В плане стратегии я очень доволен, что мы завоевали очко, не подпустили «Спартак» близко, но и от ситуации, в которой она у нас сложилась, наверное, тоже хороший результат. Не смог принять участие, вернее, наверное, мы не рисковали Ари, у которого есть микротравма, уже Фарфан в ближайшее время должен встать в строе и начать тренироваться. Мы не стали рисковать. И это ничья в такой ситуации, на мой взгляд, нормальная для нас. У нас южный человек есть в Кверквеле, он вообще играл без рукавки и без перчаток вообще, безо всего. Я не знаю, наверное, тому, кому как удобно, наверное, так и должен играть игрок. Ну, вообще, условия не лучшие, но поле, все, что могли наши руководители, они все сделали. Оно, на мой взгляд, было идеально, но снег невозможно было остановить. Хотя такие матчи, конечно, лучше было бы, если провели бы их в мае, в апреле. Ну, таков календарь. Я и перед этим, значит, полемика была. Вот Семин высказался на предмет отмены матча. Некоторые по-разному это все восприняли. Я всегда против плохих условий, в которых бы играли футболисты. Но и это должно для всех одинаково быть. Вот и все. А у нас в атаке никого не было. Кто же Ари на скамейке? Ну, Ари на скамейке. Ну, зачем я буду на одну минуту рисковать Ари? Он же нам должен... У нас еще 9 игр. 9 игр еще кубок Ульфа. Ну, зачем? Я выпущу Ари. Выпущу его во втором тайме или 30 минут рисковать. Он получит повторное повреждение, и Ари мы потеряем до конца сезона. Поэтому то же самое, как и по ситуации по Фарфану. Ему можно было сделать инъекции, обезболить и так далее, и выпустить на матч. Но это неправильно. Ну, когда Игнатьев выбил мяч из ворот. Конечно, это чудо он какое-то сделал. Что я ничего не подумал. Подумал, какой молодец Игнатьев. А во-первых, он подстраховал как блестящее. Он блестяще подстраховал. Вы посмотрите. Во-первых, он выключил промисы намертво. И подстраховал вот здесь эпизод. А он давно уже один из лучших. Поэтому он играет в стартовом составе. Для нас важнее предстоящая игра. Вот сейчас поедем в Атлетик. Конечно, вне сомнения, Атлетика по рангу. Эта команда нас превосходит. Но одно дело превосходит в принципе, а другое дело будет... Они сейчас играют, по-моему, 1-0 проигрывают. Да. Но нашим игрокам хочется испытать свои силы с этой командой. На мой взгляд, что это за последнее время одна из самых таких стабильных и сильных команд, которая родилась благодаря тренеру Симеоне. У них совершенно другой стиль игры. Если сейчас подстраиваются под, как играет Барселона Гвардиола, под Манчестер-Сити, то он идет своим путем и добивается больших результатов. И я думаю, что нашим игрокам не нужно им какие-то слова такие мне говорить. Им интересно провести этот матч. И я думаю, что они восстановятся к нему. Как результат? Каков будет результат? Ну, сложно предугадать. Самый холодный в Хабаровске. Вообще по карьере тренера игрокам нравится все. Ну, конечно, Хабаровске. Более холодного я еще не помню. Я по сей день дрожу. Я скажу, во-первых, поблагодарить болельщиков и скажу очень большой реферанс такой нашим игрокам. Они, можно сказать, не заставили, а привлекли болельщиков своей игрой, своей самодачей. Болельщики увидели самое главное сердце у этой команды. Поэтому они и стали ходить. Вот и все. Простая ситуация. Простая ситуация. for Продолжение следует...